ну что ж друзья я хотел еще раз произвести замеры одной интересной детали называется она называется она гирька давайте посмотрим чтобы не откладывать в долгий ящик видели единственно что нету электрической составляющей а вот магнитная ух ты как здорово то где-то прям прорвало прям пробуем еще раз вот тут где-то прямо поймал небольшой ух ты видели да прям где-то тут вот тут вот тут вот прям чувствую да 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 но есть 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 магнитка есть идет хорошо прям идет мощно и это не от трения это именно магнитка попробуем что нибудь еще например здесь скорее всего здесь не будет ничего как видите ничего нету вторую гирьку попробуем и вы убедитесь что есть 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 вот прям вот тут где-то идет видите да она как бы волнами волнами то есть накатом здесь вот с где-нибудь есть 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 ну что в общем то я надеюсь эксперимент удался единственно что зимой здесь еще было и электрической составляющей электрическое поле тоже причем нехилое такое так друзья аллилуйя смотрите что здесь творится как вам такое то есть это магнитка и в какой-то момент ну-ка-ну-ка электрическая видите каком-то расстоянии даже и то и другое получается ну вот 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 ну ка внизу как такое может быть так на расстоянии больше нету электричества странно то есть любом случае здесь наличие электрического поля и в какой-то момент даже магнитного и это называется гиря типа элемент типа архитектурный элемент конструкции так а здесь ну-ка то же самое да поменьше индикатор срабатывал начинал мигать это говорит о том что в общем-то высокое излучение но сейчас почему-то его нет может там что-то сверху сделали и его же ремонтировали обновляли видите по цвету различается что-то там видимо сделали я конечно не знаю что потому что работали приезжие но я просто уверен что много чем в кавычках подреставрировали подремонтировали по указу те кто делал приезжие гастарбайтеры они просто исполняли что им говорят он подшлифуй тут разрежь камень поменяй здесь а те кто руководил вот у них скорее всего была самая необходимая информация что надо почистить чтобы она не работала вот такое мое предположение я надеюсь вы с ним согласитесь вот посмотрите видите разительно отличается верхняя часть как раз там где вся система сбора заряда и нижняя которую ну не тронули в общем то особо ее не трогали а вот там вот хорошенечко так поработали очень хорошо что-то убрали а что не знаю вот эти штуки я уже замерил в тот раз результата нет самое главное друзья что они не учли то что есть магнитная составляющая магнитный потенциал и вот это поле она измеряется как раз таки в тесла что это за поле никто так и до сих пор не объяснил что такое магнитное поле из чего она состоит вот магнитные поля измеряющиеся в микротеслах кто чего откуда какого рода несомненно никола тесла знал все эти тайны и не зря эти измерения назвали именно его фамилии у него конечно же были знания про эфир про свободную энергию также он создал вот эту великолепную башню вандер клифф которая сияла молниями короной а еще он хотел везде ввести целую систему таких башен и тогда бы уже давно весь мир не знал никаких бы проблем с энергетикой все бы было решено и налажено причем по всему миру интересный момент поисковик вместе с башней тесла почему-то показал шуховскую тоже совпадение не бывает ведь все просто и скорее всего есть та самая свободная энергия почему она в теслах измеряется потому что это значит эфир вот и все тот самый элемент всеми забытый никем не используемый в обучении а вот это не не учли то что эффект форму он будет всегда и никуда не денется поэтому энергия как-то и здесь не блокируй она все равно на месте но все равно есть все равно существует и ее надо просто уметь снять и использовать трансформировать и так далее так друзья надеюсь вам понравилось вовите он даже подтвердил да смотрите идет не знаю чует просто на рука просто отверстие для замка как-то это понять смотрите как Интересно. Просто вход наверх. Что здесь может быть? Здесь, конечно, еще ярко, вдобавок. Здесь-то нет никаких проводов, ни светильников, ничего. Вон они внизу, провода, в коробе. И давайте напоследок еще разочек замерим. Видите, да? Идет-идет-идет магнитка, она как бы, ну как, волнами такими. Вот она, вот она, есть, есть. Как бы им не хотелось, все равно есть. И еще раз. Вот-вот-вот, видите? Все здесь есть. Ух ты! Это здорово, сейчас прямо скакануло где-то вот тут. Опа! Где-то прям пикает. Видели? Смотрите. Ну-ка, еще раз, хоп. Скакнуло. Не пугайте колоколами. Опа! Скакнуло. Скакнуло, да? Ну вот, друзья. Эти гирьки, куда стекает заряд, вот сюда вот он стекает. Все правильно. Копитель, накопитель, копитель. А это гирьки. В общем-то тоже накапливают. По сути дела, это я так понимаю, что точки подключения зарядки. Друзья, я надеюсь, вам этот репортаж понравился. Ждите новых видео. До новых видео. И всем добра. Следующая остановка. Тарвуновская улица. Следующая остановка улица Цандер. Вторая остановка улица Цандер. Друзья, это я решил показать, что он рабочий, он видит все магнитные возмущения, электрические. Как вот на трамвае проезжаем, всякие силовые узлы, где соединяются всякие приборы, аппаратура. Следующая остановка, ВДНК, южный ход. Проезд в городском транспорте, только в городском и мерчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты других адресторов. То есть срабатывает, возмущение идет в момент остановки, в момент трогания с места. Вот так вот. ВДНК 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 Продолжение следует...